Приветствую вас. Во-первых, хочется сказать, что вы изначально выбрали не самый конструктивный путь для достижения своей цели, а именно вы хотите забыть то, что вам сделали очень больно, забыть то, что вам причинили боль, то, что вас унизили на работе и так далее. А тогда как забыть, в общем-то, невозможно, потому что это ваши чувства, это ваш опыт, который вы пережили, пускай это и такой достаточно негативный, ну, деструктивный опыт, да. Вот. Тем не менее, это опыт всё же. И вы его не можете забыть, вы его не сможете забыть. Более того, его и не нужно забывать, потому что он поможет вам в будущем не совершать такие ошибки, какие вы совершали, вот возможно, ну, возможно, вот совершали на работе. То есть, забыть, но ничего невозможно, не получится, да и не нужно. Далее, вы пишете, значит, как забыть ситуацию человека, если сделали больно, и я потеряла из-за них работу. Вот здесь вы находитесь в позиции жертвы, потому что больно вам никто сделать не может, кроме вас самого. То есть, если вам сделали больно, это было следствием именно вашего выбора. Если вам сделали больно, значит, вам ударили в какое-то больное место. какое-то место, по которому, или, может быть, в котором вы себя, ну, как минимум, не чувствовали, и, может быть, до сих пор не чувствуете, потому что вам нужен личностный рост, работа по личностному росту, себя сильно не чувствуете, себя уверенный. Вот. Что же касается работы, то вы, ну, не могли из-за кого-то потерять работу, потому что не может просто один сотрудник взять и выйти к другому сотруднику, да, потому что у сотрудников есть своя ценность, есть руководители, есть вот эта вся история. И так, на первой работе пишите вы, меня унизили, оскорбили, подставили и унижала женщина. Вот понимаете, в чем дело, анонимно. Вот пробовали ли вы разобраться в своем, вот в чувстве, что вас унизили, вот пробовали ли вы разобраться в этом, разобраться в том, вот что это за чувство, собственно, это было у вас? Пробовали ли вы, к примеру, ну, поисследовать вот эти эмоции, эти эмоции свои, да? Вот. Потому что, ну, что значит унизили? Унизили, что значит унизили? Унизили это значит, либо сказали вам что-то обидное, да, поступили с вами так, что у вас это вызвало негативную реакцию, вот, либо по факту вас оклеветали, из вас, ну, могли оклеветать, по факту. Вот, как бы, вопрос у меня к вам есть. Как этот процесс, я имею ввиду, процесс унижения вас, ну, в целом, происходил? То есть, как это было? Как это было? Что именно вас унизило? Что именно вас задело? Вот далее вы пишите, что терпели ради стажа. То есть, стаж для вас был важен. То есть, вы сделали выбор в пользу стажа, получается. То есть, вы решили ради стажа терпеть унижение и оскорбление, неприемлемое поведение со стороны коллеги. Вот, оскорбили, опять же, да, оскорбление. Что это за чувство? В чем вас оскорбили? Понимаете, вот, унизили и оскорбили, это значит, это значит, как-то раскрыли, как-то раскрыли ваше восприятие себя самой. Понимаете? То есть, либо показали вас с той стороны, в которой вы себя, например, видите, ну, не желаете, не хотите, либо боитесь, например, да, вот. А, либо вы обиделись здесь, ну, скажем, скажем, на правду, которую вам сказали. То есть, эта история, вот, она тоже вполне может быть. Да, то есть, вас, вот, задело что-то, что правда, точнее, что не правда, и вас это задело. Потому что это, собственно, не правда, и вы, вот, знаете, что это не правда, но вас это оскорбило. То есть, здесь, вот, по сути, речь идет о том, все-таки, чтобы взять на себя ответственность за то, что происходит. Сейчас вы обвиняете других людей в том, что вам причинили боль, сейчас вы обвиняете других людей в том, что вам, что-то произошло, но чувства, именно чувства, которые вы испытываете, именно чувства, которые вы ощущаете, это ваши чувства. И вызваны они, эти чувства, могут быть только негармоничными, скорее всего, негармоничными, ну, скажем так, негармоничным представлением о себе. То есть, когда вы, вот, не уверены в том, что вы себя, ну, что вы, например, себя знаете, что вы не уверены в том, насколько вы в себе разбираетесь, не уверены в том, где ваши, например, слабости, где ваши, значит, сильные стороны, вот, и кто-то, кто-то надавил на это, на эти слабые стороны, вам надавил. И вы восприняли это очень и очень деструктивно. Вот. То есть, унижение и оскорбление, унижение и оскорбление, это дефицит устойчивости восприятия себя, отсутствие реального представления о себе, возможно, о себе той, какая вы есть на самом деле. Что касается того, что вас подставили, то здесь, я полагаю, имеет место быть определенные ожидания у вас со стороны коллег, со стороны сотрудников. То есть, да, конечно, очень неприятно, что вас подставили. Я не думаю, что с этим можно как-то спорить, я не думаю, что как-то можно это отрицать, что очень неприятен факт, что вас подставили. Но, для вас тот факт, что вас подставили, стал следствием того, что вы, во-первых, этого не ожидали, а во-вторых, того, что последствия, вот именно последствия того, того, что вас подставили, заключается, возможно, в том, что вы стали думать о себе как-то иначе, как-то по-другому. Возможно, стали думать о себе хуже. В той или иной степени, это касается и восприятия того, что вас оскорбили и унизили. то есть, это вот определенная негативная тенденция в восприятии самой себя в результате действий других людей. Дальше, унижала женщина. Ну, про унижение, в принципе, я уже сказал. Другой вопрос, другой вопрос, что может быть вам по той или иной степени, особенно, по той или иной причине, особенно болезненно, то, что вас унижала именно женщина. То есть, может быть, вам это неприятно. Ну, вот в том числе, еще. Я не знаю. Потому что мы сделали акцент на том, что это была женщина. Но, опять же, унизить можно только в том случае, если унижение человека задевает. Если то, что человеку говорят, его не задевает, то унизить такого человека, ну, в принципе, невозможно такого человека унизить, потому что он устойчиво имеет, имеет устойчивое представление о самом себе. Вот. Так что здесь, конечно, очень интересный момент. В общем-то, если попомню, что вы говорите, что вас унижала женщина, вот, и что эта женщина, она, в общем-то, стала причиной, всех ваших бед, которые с вами произошли, вот. Дальше. Я молча проглатывала, защититься не получала, не получилось, терпела год, ушла. Ну, опять же, вот, вопрос возникает. А почему терпели, так, год? Почему терпели, для чего терпели, как бы, ну, ради чего, может быть, терпели. То есть это, ну, опять же, да, это немножко не та история, которая, вот, может появиться на ровном месте, да, и, как бы, исчезнет. Это вот немножко, немножко это не та история, мне так кажется, по крайней мере. Ну, вот. Поэтому тут мне, ко мне, думается, нужно обязательно, как-то, вот, прояснить этот момент. Вы пишете, что у вас не получилось защититься. Опять же, что вы вкладываете в это, вот, ну, в это, в это вот понятие, да, в понятие, в понятие, например, защита. То есть, а как бы у вас получилось защититься? То, что вы говорите, это не защита. То, что вы, то, что вы описываете. Это скорее, эм, такая, такая, знаете, эм, 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 агрессия больше, больше, это скорее, вот, про агрессивное, больше, эм, 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 поведение на самом деле. Вот. Почему вы не защитили? Так. То есть, если вы терпели, то терпели вы ради чего-то. И то, ради чего вы терпели, вероятно, вероятно, повторюсь, вероятно, для вас было очень и очень важным. Ну, так вот, и вопрос возникает, ради чего вы терпели. Дальше. Прошел уже год, работаю на другой работе, но все время в голове одна и та же пластинка. Эээ, все летаю. Эээ, в фантазиях, воображаю сцену, как я ее уничтожаю, все ей высказываю, плюю ей в лицо, но ненависть не утихает. Ну, вы знаете, это, опять же, связано с тем, что у вас эта ситуация очень сильно задела, она всколыхнула и, эээ, подвергла сомнению именно то, как вы себя сами себя воспринимаете. Ээ, вот, собственно, ключевой момент, ключевой момент, он в этом, он в этом. Вся эта ситуация связана лишь только с тем, что ваше восприятие себя изменилось, оно стало другим, другим. Оно стало, эээ, ну, условно говоря, не таким, как им было до этого. Или оно было таким, но вы об этом не знали. Именно поэтому отсюда, отсюда и ненависть, потому что ненависть возникает в всякий раз, когда между гармоничным состоянием человека и им самим появляется некое препятствие. в данном случае вам для того, чтобы чувствовать себя может быть хорошо, вам для того, чтобы чувствовать себя может быть лучше, нужно как раз, вот, сделать то, что вы хотите сделать. Другое дело, что это не изменит ваше восприятие само себя и не изменит того, что вы о себе думаете. И вот, эээ, ваша первостепенная задача заключается в том, что, чтобы, эээ, переключить свое внимание с нее, да, на себя, увидеть, что же в вас, в вас это всколыхнуло, какие это в вас вызвало чувства, что стоит за злостью, за ненавистью, за болью, что стоит за этим. Дальше, эээ, так, пробовала разные техники, так, не работает. Ну, не работает сразу, все это ориентировано во вне, не на себя. Эээ, пыталась ее простить, но нет ей прощения. Ну, тут, на самом деле, противоречие какое-то, потому что, если вы пытались простить, эээ, то вы уже подразумеваете, что прощение, как бы, она заслуживает. Если вы говорите, что нет прощения, то, соответственно, и, эээ, тогда, вы не, эээ, ну, вы тогда в таком случае и не пытались ее простить, а это была, эээ, просто вот своего рода какая-то, знаете, ну, может быть, наверное, самообман, там, иллюзия, иллюзия, или, эээ, вот, что-то такое, что-то такое. Вот. То есть, эээ, вот, не очень, не очень понятно, эээ, не очень понятно, на мой взгляд, эээ, как, как, как вот вы, эээ, здесь воспринимаете, воспринимаете прощение, да? То есть, если вы, как бы, ну, если вы прощали, если вы прощали ее, то это прощение означает принятие. Ну, вы не можете ее принять до сих пор, пока не, пока не примите, соответственно, ээээ, себя, себя саму. Ну, вот. А себя вы, совершенно очевидно, что, что не принимаете. Пока что. И, соответственно, вот, задача ваша, она в том и заключается, чтобы принять себя, чтобы перестать пытаться какими-либо действиями компенсировать вот те представления о себе, которые у вас сейчас есть, а принять их и найти конструктивную форму реализации того, что вы чувствуете и того, что вы ощущаете. Изучить себя, то есть. А, вот. Ей почти перед пенсией, ее почти перед пенсией выгнали с работы, что она там злоупотреблялась своим положением и устроилась на новое место, куда я пришла. То есть, это достаточно старый, я так понимаю, человек. Вот. А вы воспринимаете ее как равноправную себя. Опять же, почему? Да, из-за. Возможно, недостаточные самооценки. Я зависела от нее, а она за все свои несчастья всюдущую из меня вытросла. А вот почему у нее получилось-то вытросить у вас всюдущую? Почему у нее получилось? Мне все говорили, молчи, терпи ради стажа. Вот я и терпел, и вышла только хуже. Так, опять же, есть ощущение, что вы просто послушали друг друга, ведь я не себя. Как я могу свою ненависть за ту шесть? Только обратить внимание, переместить акцент себя на нее. Это была первая моя работа, теперь за нее у меня трудности на работе. Какие именно трудности? Давайте ей следовать. После нее я верю в энергетических вампиров. Ну, это уже ваше дело, на что вам верить, но с точки зрения профессиональной психотерапии. Дело звучит. Ситуация выглядит именно так, как я ее описал. Без какой-либо, например, излишней мистификации, без какой-либо излишней драматизации, да? Без каких-либо, ну, скажем так, излишеств, да, излишеств. То есть, вот, просто, как бы, взгляд на ситуацию с точки зрения ваших чувств. Я понимаю, как вам сейчас трудно, вам кажется, что человек искалечил вам всю трудовую, всю вашу трудовую карьеру. Вот, и вам очень просто, очень просто обвинить в этом ее, вот, вам очень просто будет обвинить в этом ее, и не увидеть главного, что то, что случилось, то, что произошло, стало возможным только благодаря тому, как вы, вот, как вы, как вы сами к себе относились, как вы сами к себе относитесь, как вы сами себя, там, ну, не знаю, видите, воспринимаете, да? Вот, и так далее. То есть, здесь вот исключительно такая история, на мой взгляд. И работать вам нужно именно в этом направлении, на мой, на мой, опять же, взгляд. То есть, работать вам нужно именно вот в том направлении, чтобы лучше ориентироваться в себе, может быть, да? Чтобы лучше понимать себя, чтобы лучше видеть, где ваши какие-то вот слабости, где ваши какие-то вот трудности, где ваши какие-то вот там проблемки и прочее, прочее, прочее. Вот это то, что вы можете, на мой, на мой взгляд, сделать. Вот, это то, что вы можете, то, как вы можете, значит, поступить в этой ситуации. Обвинять же, обвинять же человека, да, ну, можно, конечно, обвинять же человека, вот. Но будет ли в этом какой-то плюс для вас? Будет ли в этом какой-то позитив для вас? Ну, на мой взгляд, нет, нет-нет-нет, и ещё раз нет, потому что никакого плюса здесь, в принципе, ага, ну, быть не может, никакого. Такая вот история. Ну вот, так что, если вы планируете жить свободно, если вы планируете освободиться от вот тех чувств, которые и вас сейчас вызывает человек, если вы планируете это сделать, то я думаю, что он вам может помочь. Собственно говоря, психолог вам может помочь в этом. Вот, если же вы считаете, что, ну, вот, например, что виновата она, и что во всём виновата она, и что вам нужно, нужно, там, как-то ей отомстить и прочее, 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 то боюсь в таком, в таком случае ситуация будет, будет для вас очень, очень печальной, потому что вам будет, ну, очень трудно, будет очень трудно как-то вот на это повлиять, потому что, самого человека вы изменить, конечно, и, конечно, не в силах никак. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, а я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится.